МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В начале апреля Алексей Рогозин покинул пост гендиректора ПАОИЛ. Решение было принято по итогам заседания Совета директоров Объединенной авиастроительной корпорации. Новым директором назначен руководитель Таганрогского технического комплекса Юрий Грудинин. Новый гендиректор посетил Ульяновск. Он познакомился с губернатором Сергеем Морозовым. Об их совместных планах подробнее узнаете в нашем материале. Юрий Грудинин в апреле этого года вступил в должность генерального директора ПАИЛ. Накануне новый руководитель прибыл с рабочим визитом в Ульяновск. В здании правительства он познакомился с губернатором Сергеем Морозовым. Напомню, что «Авиастар» состоит в ранее упомянутом акционерном обществе. Пришло время узнать, с чем будет полезен крупнейшему Илу ульяновский авиагигант. Мы принимаем свою ответственность и перед страной, и перед отдельными авиационной корпорацией. И хочу вас еще раз заявить о том, что, как и раньше, мы готовы на веру и правду служить нашей российской авиации. Поэтому мы находимся в вашем подчинении. Командуйте, ставьте передачи, мы их будем. Стороны обсудили перспективы развития авиастар СП. Новоиспеченный директор поделился амбициозными планами на ближайшие 10 лет. Наша задача сейчас показать объемы, показать возможность реализации всех планов, которые мы достигнем, тем более, как для велодорожных садов, где-то до 30-го года мы должны сделать более легче всего. На встрече также присутствовал управляющий директора авиастара Василий Донцов и первый зампред правительства Андрей Тюрин. Остальные авиационные задачи они обсудили за закрытыми дверьми. Виктория Черкова, Юрий Ломатов, новости ульяновской правды. Накануне вечером в ходе Оргкомитета Победа губернатор Сергей Морозов поставил задачу профильным руководителям завершить приготовление к празднованию 9 мая. Ульяновцы ждут несколько тысяч мероприятий, которые стартуют уже на этой неделе. Подробности у Натальи Чумаченко. 9 мая – великий праздник со слезами на глазах. Буквально через две недели вся страна готовится с размахом отметить 74-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. Только в нашем регионе с 8 по 12 мая пройдет более 2000 мероприятий на уличных площадках, в детских садах, школах, учреждениях культуры. Главным событием праздника станут две акции – Всероссийский бессмертный полк и новая областная песня бессмертного полка. Организационный вопрос решали накануне в Доме правительства на заседании Организационного комитета. Наш региональный штаб, Ульяновский региональный штаб, поддержал проект, с которым выступало Ульяновское региональное отделение общества знаний и Ульяновский государственный университет. Он называется «Песня бессмертного полка». Есть идея, чтобы все-таки погрузить всех в хорошую атмосферу военных лет, чтобы люди пели. Главе региона доложили о ходе подготовки Парада Победы. Состояние праздничного оформления и памятников во всех муниципалитетах, социальной поддержке ветеранов и членов их семей, а также о повышении доступности и качества медицинского обслуживания воинов-победителей. Особое внимание при работе выездных бригад уделяется маломобильным пациентам. Ежегодно проводится диспенсеризация ветеранов Великой Отечественной войны перед празднованием праздника 9 мая. На диспансерном учете на сегодняшний день в медицинских организациях состоит 742 ветерана Великой Отечественной войны. Однако, несмотря на все красивые доклады, глава региона раскритиковал работу муниципальных и областных чиновников. Губернатор не устроил недостаточная информированность населения о готовящихся праздничных мероприятиях. Также Сергей Морозов высказался о плохой работе движения «Юнармия» в части патриотического воспитания молодежи. Я не верю, что там дети не хотят быть вовлечены, быть огромные, интересные, яркие, несомненно, очень полезные процессы, связанные с воспитанием настоящего гражданина. Если вы там не побывали, вы там не настояли, вы там не организовали показательные какие-то мероприятия, вы там не встречались с ребятами и с родителями, ну тогда зачем вы здесь нужны на этой должностях? Губернатор Сергей Морозов на исправление ситуации дал слугам народа две недели, иначе пообещал дисциплинарно наказать ответственных лиц, вплоть до увольнения с занимаемых должностей. Наталья Чумаченко, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды. К празднику Светлой Пасхи в Ульяновске в нормативное состояние приводят все 25 мест сохранений. Только за последние дни кладбище Северное посетило около 20 тысяч человек. Они очистили территории могил. Весь мусор сотрудники кладбища вывозят на полигоны. Кроме того, в расположенные на территории кладбище емкости завезено более 100 кубометров технической воды. Они заполнены на 70%. Завоз продолжается. Для удобства граждан установлены два дополнительных бака. Еще одна бригада ведет уборку мусора на Воскресенском некрополе. Накануне работники вывезли отходы с мест захоронений в селах Луговое и Белый Ключ, поселках Пригородный и Вырыпаевка. На территории Заволжского района работы ведутся на кладбище Майская гора. Помним, гордимся, наследуем. На площади 30-летия Победы состоялся митинг, который организовали элитные подразделения. Подробности у Виктории Черковой. Автопробег, посвященный Великой Победе, стартовал в Москве несколько дней назад. Сегодня патриотическая колонна добралась и до Ульяновска. Участники города выстроились на площади 30-летия Победы и провели торжественный митинг. В их числе оказались и герои Российской Федерации. Один из почетных гостей рассказал, в чем заключается истинный смысл автомобильного марша. По той территории, в которой проходит этот автопробег, ветераны встретились не только со школьниками, но и с действующими военнослужащими и сотрудниками Росгвардии. Рассказали о своих подвигах. А главная цель, все-таки, это 9 мая показать подвиг нашего всего советского народа. Просветить школьников удалось. Несколько десятков ребят познакомились с участниками и изучили образцы безотказного оружия. Также гостям было интересно узнать о маршруте самого пробега. Как выяснилось, из Москвы выехали две колонны в разных направлениях. Первая проехала через Нижний Новгород, Ульянск и Уфу. А вторая через тот же Нижний, Самару, Пензу и Ижевск. Обе колонны должны встретиться в Казани 28 апреля. Волжане проливали кровь, защищая Москву, Стренинград, Ленинград, на перевалах главного Кавказского хребта. Волжане брали Берлин, Прагу, освобождали Европу. Минута молчания, торжественные речи и концерт с песнями об отваге стали совершением митинга. Всего через несколько часов колонна спецназа отправится в Уфу. С неизменным лозунгом «Помним, гордимся, наследуем». Виктория Черкова, Александр Кудряшов. Новости Ульяновской правды. В рамках ежегодной всероссийской акции «Священный долг и вечная память» Газпром газораспределения Ульяновск накануне Дня Победы проводит техническое обслуживание газового оборудования мемориалов «Вечный огонь». Подробности в нашем материале. У каждой страны и каждого народа есть свой главный праздник, который отмечается ежегодно. В России это День Победы. Он объединяет нацию чувством гордости за подвиги предков, которые останутся в памяти потомков навечно. Символ Победы – «Вечный огонь». Не просто мемориал, а целый комплекс специального газового оборудования. Накануне праздничных мероприятий сотрудники Газпром газораспределения Ульяновск провели техническое обслуживание системы газоснабжения «Обелиска Вечной Славы» в областном центре. Таких комплексов по области у нас 18. Везде будут произведены работы по техническому обслуживанию. Но основная цель – это бесперебойное газоснабжение данных комплексов. В техническое обслуживание входит обследование состояния подземного подводящего газопровода. На площади «30-летие Победы» специалисты отрегулировали высоту пламени горелки, очистили горелочное устройство от мусора и проверили герметичность всех соединений. Примечателен тот факт, что «Вечный огонь» не переставал гореть ни на минуту. Во время мероприятий по техническому осмотру и ремонту «Вечного огня» пламя переносится на специальный факел, после чего возвращается на место. В конце всех работ газовики возложили цветы к «Вечному огню». Напомним, ежегодная всероссийская акция «Священный долг. Вечная память» проводится группой «Газпром Межрегионгаз» в регионах присутствия с 2015 года. Наталья Чумаченко, Александр Кутришов. Новости Ульянской правды. Майские праздники безопасность превыше всего. Сергей Морозов поручил профильным ведомствам усилить меры безопасности в праздничные дни не только в областном центре, но и в каждом муниципалитете. Кто будет защищать жителей, расскажем в нашем материале. День весны и труда и День Победы – праздники, в которых принимает участие большая часть жителей. Поэтому вопросам безопасности уделено повышенное внимание. По словам губернатора Сергея Морозова, необходимо качественно отработать все организационные вопросы. На период майских выходных все экстренные оперативные службы и предприятия жизнеобеспечения региона будут работать в режиме повышенной готовности. Будут задействованы две тысячи сотрудников Росгвардии и внутренних дел. Также патрулировать площади и парки будут 1300 народных дружинников. Кроме этого, создан резерв сил и средств с необходимой экипировкой и служебным автотранспортом на непредвиденные случаи. При этом особое внимание необходимо обратить к инженерным обустройству маршрутов в честь 1 мая и Бессмертного полка 9 мая в городе Ульяновске. А именно, обеспечить ограждение с использованием переносных металлических турникетов, мест сбора колонн, шествий и местных завершений. Для прохода граждан к месту сбора колонн, шествий, создать контрольно-пропускные пункты с использованием не менее 10 арочных металлодетекторов. Проводятся проверки и в учреждениях культуры, где в праздничные дни пройдут сотни концертов, выставок и уроков мужества. По информации профильного министра Евгении Сидоровой, все системы экстренного оповещения работают исправно. План предполагает не только мероприятие на открытых площадках, но и в учреждениях культуры. Поэтому в учреждениях будет организована проверка территории чердачных подвальных помещений на предмет отсутствия подозрительных предметов, свалок мусора и неиспользуемых автотранспортных средств. Перед проведением мероприятий с массовым пребыванием людей, правоохранители со служебными собаками тщательно обследуют площадки. Аналогичная работа проводится в Димитровграде и в других районных центрах. 27 апреля в связи с проведением традиционной легкоатлетической эстафеты на призы газеты «Ульяновская правда» с 10 утра до 14 дня будет приостановлено движение автобусов, проходящих по маршрутой эстафеты. В указанный период времени автобусы различных маршрутов не будут проезжать по улицам Минаева, Гончарова, Ленина, Спасская, Железной дивизии, 12 сентября и Карла Маркса. Тем временем парад команд эстафеты начнется в 10 утра на Соборной площади. Планируется участие 4 тысяч спортсменов. Длина дистанции составит более 7,5 километров. Ульяновцев приглашают на субботник в Виновскую рощу. Уборка пройдет завтра, 25 апреля. Сбор участников запланирован в 14.00 по адресу проспект Гайя, дом 5А. Это центральный вход в парк Виновская роща со стороны улицы Хрустальная. Завтра днем в Ульяновске ожидается солнечная погода. Температура составит 16 градусов со знаком плюс. Ветер северо-западный, умеренный. Это все новости на сегодня. Смотрите нас на информационном портале управда.ру по будням 18.50. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok